Здравствуйте! Сегодня мы с вами дочитаем детектив Маритин Вирхе. И последняя глава называется Маритин Пойка, сын Марит. Автор опустил несколько лет, поэтому не удивляйтесь тому, о чём мы будем сейчас читать. Марит открыла дверь и ступила на балкон. Автор опустил несколько лет, и смотрел на детей, которые играли в дворе дома. Она немного беспокоилась о том, как Анси Глагол переда – это преуспевать, преуспеет с другими детьми. Анси был, по мнению Маритин, по мнению Марит, Пальон висаампи – намного умнее. Чем обычные дети. Но также застенчивее, более застенчивый. Уйо – это прилагательное застенчивый. Энси сыксюня Анси менеси jo кулу. Следующей осенью Анси уже пошел бы в школу. Сиита Марит oli jo nyt kauheан huолища. И это беспокоило Маритин уже сейчас. Или об этом Маритин беспокоилась уже сейчас. Она не боялась, что у Анси были бы трудности выучить все, что преподают в школе. Опятта – это преподавать. Все все были Ансиле полезны. Это все было для Анси легко. Анси oli oppинут читать уже четырехлетним. Анси выучился читать уже четырехлетним. Маритин изя, Ансин изоися, Оли сананут это Анси войси мен на суоран юле oppистон. Папа Марит, дедушка Анси, говорил, что Анси мог бы пойти прямо в университет. Муста вайкиам па Ансиле oli тула тоймен, тоистен ластен ганса. Но труднее вайкиам па для Анси. Была тула тоймен – это взаимодействовать, общаться. Тоистен ластен ганса с другими детьми. Марит пелкаси, Этто мут лапсет киусасиват Анси, Коска Анси ори неин уйо. Марит боялась, что другие дети Будут дразнить Анси, Потому что Анси был таким застенчива. Хэн оли венут Ансин judокурсиле, Этто Анси осаеси Пуолустаа итсян, Jos се олеси тарпеен. Она отвела Анси на курсы дзюдо. Юдо курсиле – это на курсы дзюдо. Чтобы Анси мог бы, умел бы, Постоять за себя, защитить себя. Пуолустаа – это защищать. Jos се олеси тарпеен. Если бы в этом была необходимость. Ансин тэй ту мёс войми селла, Ёка паева. Этто хэн тулеси вахвэм макси. Анси также нужно было делать зарядку каждый день, Чтобы он стал сильнее. Марит заметил, что начался доста. Каекки муд лапсет лэхтеват ёсисэлле. Вайн Анси сейсой ёксин сатээсса, Я катсэли ётайн, Мита хэнэлла оли кэдэссэн. Все другие дети уже ушли внутрь. Только Анси стоял один под дождём И рассматривал что-то, что было у него в руке. Анси! Тулесисэн! Увуси, Марит. Анси иди внутрь, закричала мама. Марит. Анси носи пээдэн Тулесисэн, я катсэй илёспэйн, Нелэнэн кэрроксэн парвэккээлле, Джо Ла Марит сэйсой. Анси пээдэн ёлэм, И пээдээнэ вирх, Набал кончет вертэвэйтэжа, Нелэнэн кэрроксэн парвэккээлле, Джо Ла Марит сэйсой. Джо Ла Марит сэйсой. Низистэй ламат. Ситэн хэн лэхти хитаасти Кэвэлэмээн Пиган поикки. Затем он отправился Медленно Через двор. Пойки Это через. Мина олен лэйпоно пииракойта. Саной Марит Кун Анси тулей эээсээн Я алкоэрисуа мэрке Вааатэйтан. Я испекла пирожки, Сказала Марит, когда Анси Вошёл в прихожую И начал снимать мокрые одежды. Мэрка Это прилагательное мокрый. Рисуа Это снимать. Мэрке Мокрые одежды. Кюллэпа Сина улеткин мэрка. Эйко сину апалеле. Какой же ты мокрый. Тебе не холодно? Эйко Это вопрос от отрицания. Можно перевести со словом разве. Разве тебе не холодно? Мэрка 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 Горька Мэрку Мэрка Мэрка Он выглядел грустным. «Тебе нужно мне тоже идти?» – спросил он. «Я бы не хотел». «Конечно, тебе нужно!» – ответила Марит. «Ися одет. Папа ждет». «Меннään nyt keittiöön. Тule. Пошлить пир на кухню. Иди!» «Меня löysin pihalta puun lehden, jossa oli kirjoitusta», sanoi Ansi, kun hän istui keittiön pöydän ääressä juomassa kaakauta ja syömässä piirakoita ja voileipiä. «Я нашел во дворе пина löysin pihalta puun lehden – листочек дерева, на котором была надпись kirjoitus, надпись, какой-то текст, сказал Ansi, когда он сидел за столом кухни, пил какао и ел пирожки и бутерброды. «Ого!» – vastasi Marit. «Ого!» – ответила Marit. «Se ei olut samanlaista kirjoitusta, kun kirjoisa ja sanomalelvisa». Это не был такой же текст, как в книжках или в газетах. «Se oli sala kirjoitusta» – это был тайный текст, это была тайная надпись. «Селаста, että vain minä voin ymmärtää sitä» – selitti Ansi. «Такая, что только я могу понять её», – объяснил или прояснил Ansi. «Ну, что там написано?» «Ansi смотрел из окна на улицу и выглядел задумавшимся». «Марит смотрела на лицо Ansi, и Ansi показался ей в который раз совсем как отец» – Анти. «Саманлайнен нена», «саманлайнен суу», «саманлайся цильмат» – такой же нос, такой же рот, такие же глаза. «Якун Анси пухой, хэн кулос тикин айван антилта». И когда Анси говорил, он и звучал совсем как Анти. «Анси пухой, хэн кулос тикин айван антилта». Анси повернулся посмотреть на Марит. В этом листочке было написано, что мне не нужно больше ходить навещать отца. «Марит хуокаси». «Марит вздохнула». «Хэн оттит тиски пюдалта, папери пуссин, johan хэн оли пакканут пиракоита, эркия вартын, я тёрнши сенкассин». «Она взяла ховатиски пюдалта, это столешница в кухонных гарнитурах. То есть она взяла со столешницы бумажный пакет, в который она уже упаковала пирожки для эрки, эркия вартын, для эрки, и запихнула их в сумку». «Хватит ерунду болтать», сказала она. «Эй, си, иналэх, деса, селла, исталу кенут. Сина кекси цэн ицэ». «Не было такого написано на листочке. Ты придумал это сам». Глагол «кексия». Я часто повторяю в разных видео, что это очень важный глагол, особенно для тех, кто собирается писать «юки» или какие-то тесты, потому что любое задание там будет включать «кекси ицэ». «Придумай сам». Вот здесь «сина кекси цэн ицэ». «Ты придумал это сам». Конечно же, мы пойдём навестить отца. «Хэн он одоттанут мэйта коковийкон. Он ждал нас всю неделю». «Я си, иналэх, деса, луки. Эта иса он технут ётайн каухян пахава. Коска он ётунут ванкилаан». И в том листочке было написано, что папа сделал что-то ужасно плохое, раз он попал в тюрьму. «Марит из-за ицэ. Марит присила и снова сдохнула». «Анси, культа. Синя олит васта 6-вотиас, и в этом году можно понять все эти вещи. Большой олит значит «да из-за ицэ». «Анси, золото». Култа – это золото. Но, в данном случае, при обращении это просто такое ласкательное слово. Зооо'тсо. «Ты только 6-летний, тебе только 6 лет. И в этом возрасте». «Иаса» – это от слова «ико». Вспомните вопрос. Сколько тебе лет? Какого ты возраста? В этом возрасте Он мог до том-то Невозможно понять Все взрослые дела Конечно, папа сделал плохое Я сиксе, он он ванкилался И поэтому он в тюрьме Но отец раскаивается в том, что он сделал Это раскаиваться Например, раскаиваться в содеянном Он хочет быть снова хорошим человеком И он любит нас Но я не люблю его, папа Эйка это инья И он, по-моему, не выглядит хорошим человеком Нельзя такого говорить Нельзя Когда поешь, надевай сухую одежду Пуэ это надевай И затем отправляемся Затем пойдем Когда Анси пошел в спальню менять одежду Марит, как бы, уранила лицо безнадежно на руке Эпятой, войсэна Безнадежно Ну, нигде, когда Анси осталось 6 лет Да, сейчас, когда Анси только шесть, она может сказать, ты ещё не поймёшь эти дела взрослых. Хотя, конечно же, Анси понимал лучше, чем многие взрослые. Мутта энта ситтен, кун Анси касвайси исокси, тулиси тяюси и кайсекси. Митта хэн кертойси Анси лэ ситтен. Но затем, когда Анси вырастет большим и станет совершеннолетним, тяюси и кайне, совершеннолетний, что она скажет ему потом? Тот-такай, хэн олеси халунут кертуа Анси лэ тяман ойкеаста исэста, Антиста. Конечно же, она хотела бы рассказать Анси правду о настоящем аце. Та ман ойкеаста исэста о настоящем аце, об Анти. Мутта эрки, оли сану нут, это анси лэ эй саа кертуа то тутта. Но эрки сказал, что Анси нельзя рассказывать правду. Эрки оли адоптойнут Ансин, оттанут омакси лапсэксэйн. Эрки усыновил Анси, взял и принял в качестве собственного сына. Эрки саной, это оли парэмпи, это Анси пити эркия ойкеа на исэнэн. И эрки сказал, что было бы лучше, чтобы Анси считал эрки настоящим отцом. Марит оли эри милтэ, мутта хэнн täytyy тоделла эркия. Марит был другое мнение, эри милтэ. Олэн сама милтэ, я також милтэ, олэн эри милтэ, я другое мнение. Ну, ей нужно было слушаться, эрки, тоделла слушаться. Эрки оли санону, что, если Марит не делает все, как хочет эрки, эрки убивает ребенка, тапает, убивает. Иногда Марит думала, что бы она сделала, если бы эрки умер. Войсико хэн ситтенка анкертоа пояле кайкиа. Могла бы она в этом случае затем рассказать сыну правду, рассказать сыну все. Могла бы она рассказать, что эрки не был настоящим отцом мальчика и что эрки убил настоящего отца мальчика. Мог ли ребенок когда-нибудь понять то, что она вышла замуж за мужчину, который убил его настоящего отца? Я не совсем дословно перевожу, да, мог ли мальчик когда-нибудь понять, опять же, мальчика или сына настоящего отца. Но я думаю, что вы сами уже все понимаете. Могла ли бы она когда-нибудь объяснить сыну, что ей нужно было так сделать, потому что она хотела защитить мальчика? Марит и Анси шли через мост на автобуснаста норко, который был пиенен жоен тоиселла пуле, которая была на другой стране маленькой речки. Т.е. поменяли на другой автобус, на котором добрались до Ристикотиелле. Это адрес, где находится центральная тюрьма Хельсинки. Тома рейти оли еле молеммилле и хювин тутту. Этот маршрут был им обоим уже хорошо знаком. Они ходили навещать рейти в тюрьме каждое воскресенье, когда в тюрьме был приемный день. День посетителей, день посещений. Я рейти оли елтунут ванкилан, я силой, когда Марит вела одотти антия. И рейти попал в тюрьму еще тогда, когда Марит ждала антия. Поли ищет оли ватлопулта саанэ цельвилле, это эрки оли анти мурхаая. Полиция наконец выяснила, что эрки убил анти, что эрки был убийцей анти. И она думала, что никогда не сможет развестись с эрки, потому что тогда эрки мог бы сделать мальчику что-нибудь плохое. В последний раз, когда мы были в Метцаюке у бабушкин дедушки, Сказала Анти в автобусе. Так дедушка сказал, что я очень похож на папу. Ихан Исан Накойнен. Исан Накойнен это похож на отца. Марит испугалась. Ханен Исанса и Айтинса tiesеват, что ребенок был анти. Но они обещали глаголу лувата, что не расскажут об этом никогда. Искому другому. Что это такое, Марит сказал? Ну что делать на самом деле? Сказал быстро Марит. – Ниин, – sanoi Анси. – Да, – сказал Анси. – Энхэн меня наюта Исалта ухтэн. Я ведь совсем не похож на отца. Исалла оли каухеан исо ненэ. – Минула он пальон кауниимпи. – У отца ужасно большой нос. У меня намного красивее. – Пальон кауниимпи. Намного красивее. – Исалла оон синисет силмад, – мута минула оон рускиат. – У отца синень глаза. – А у меня кари. – Ниин, ниин. – Кыльлэхэн те олете Исанкаанса айка эриннэкэссия. – Да да, – вис паапы действительно паразнэ выглядит. Ни похоже. Айка эриннэкэссия. – He vaihtoivat toiseen busсиин. Айни, пили селив другой автобус. – Селла Анси каивой репустаан биологиан kirjan. И там Анси достал из рюкзака книгу по биологии. – Нют, кулмина сайн оман kirjastokortin. Олен воинут лайната ойкейта kirjoyakin. Энка вайн ниита ластам kirjoyя. Ёйта сина айна минуле лайнасит. – Саной Анси. – Теперь, когда я получил собственную библиотечную карточку kirjastokortin, я смог взять настоящие книги в библиотеке, не только те детские книжки, которые ты для меня всегда брала, – сказал Анси. – Марит выглядела изумлённой, когда Анси открыл в книге по биологии главу про генетику. – Периннолисыстеде, генетика. – Тэмя луки геенеиста он эриттайн милинкинтонен. – Тэмя луку геенеиста, это глава о генах, очень интересная, Анси sanoи, я катсой Маритя, – элэккэйла, пиккуванхоилла силмиллян. – Сказал Анси и посмотрел на Марит умным или умными элэккэйла. Дальше, слово пиккуванхо – это развитыми не по годам, развитыми не по годам глазами. – Так, – прошептала Марит, она уже догадалась. – Кажделле синисильмайселле эй вой сынтюя рускеа силмайста ласта, sanoи Анси. – Двум синеглазам у двоих синеглазах не может родиться ребёнок с карими глазами, сказал Анси. – Синулла он синисет силмят, и эркелля он синисет силмат. – Микси минулла он рускеат? – Микси минулла он рускеат? – Микси минулла синийглаза. – Ю, эркки синийглаза. – Почу му у меня карья. – Марит, эй ва станут. Марит не ответила. – Айти, катсо минулла, пьюси Анси. – Мама, посмотри на меня, попросила Анси. – Марит катсой. Марит посмотрела. – Айти, сови танко, это сина лопетат, валя телемесен. – Мама, давай договоримся, что ты прекратишь обманывать. – Этко войси пухуа минулла тотта? – Разве ты не можешь рассказать мне правду? – Эн мина керрон митан ис эркелле. – Я не расскажу ничего эрке. Он хотел сказать исэлле, но потом сказал эркелле. – Хюва он, васта си Марит я оттянсин сюлинса. – Хорошо, – ответила Марит и взяла Анси на колени. – Лупатко тэна илтана кертоа минулла минун ойки аста и сеста. – Сиита, русская сильма сеста. – Обещаешь мне этим вечером рассказать о моем настоящем отце? – О том, с карими глазами. – Хюва он, мина керрон, лупаси Марит. – Хорошо, я расскажу, – обещала Марит. – В ангелле пихался Марит мусьтутти ансиа. – Во дворе тюрьмы Марит напомнил Анси. – Синун таюту сануа эркеа исакси. – Мусьтатхэн. – Тебе нужно называть эрки отцом. Помни. – Тиэтусти. Саной Анси я нээти. – Илой сэм мал такуин коскаан. – Конечно, – ответил Анси и выглядел более радостным, чем когда-либо. – Таркэнта он тиэта. Этте хяно лэ минун ойгя иса. – Самое важное – это знать, что он не мой настоящий отец. – Я эхка мэ виэлла пээсэм мэ хэнэста эрон. И, возможно, мы ещё освободимся от него, избавимся от него. – Мэ вольсим мэ вайка таппа хэнэд. Мы могли бы хотя бы убить его. – Анси, туалайста и сапухуа, – саной Марит. Кау хисту нээна. – Анси, такого нельзя говорить, – сказала Марит ошеломлённо. – Хэн тартуй Анси, а кя веста кийни, – я хэм мэ нива цисан ванкилан овеста. – Она схватила Анси за руку, и они вошли внутрь через дверь тюрьмы. – Эрки ода тиэйтайо. Эрки уже ждал их. На этом наш рассказ закончил. Я с вами прощаюсь. Мой мой мэн ухвэт уставать.